Депутаты Думы Югры одобрили закон о поправках в Конституцию России. Накануне его приняли Госдума Российской Федерации и Совет Федерации. Народные избранники, представляющие разные политические партии, фактически единогласно проголосовали за 35 голосов из 38. Россия наш общий дом, дом, которым мы вместе строим и совершенствуем, дом, в котором будет жить не одно поколение наших потомков. И нам, депутатов, до вынесения поправок в Конституцию на общенародное голосование необходимо встречаться с нашими земляками, разъяснять каждую поправку, отвечать на вопросы относительно изменений в Конституцию. У нас с вами, уважаемые коллеги, есть достаточно времени, чтобы успеть воспользоваться, я бы сказал, уникальную возможность быть участником без преувеличения исторических событий, участниками принятия решений, формирующих стабильное поступательное развитие России на многие годы вперед. В общей сложности в главный закон страны планируют внести 206 поправок. Они касаются разных сфер жизни общества. Например, изменения закрепляют статус России как социального государства. В частности, в новой редакции говорится о поддержке материнства, отцовства и детства, индексации социальных выплат, а также государственных гарантиях. Кроме того, на уровне Конституции закрепят прожиточный минимум в качестве минимальной величины оплаты труда. Также предлагается установить правовые основы здравоохранения и непрерывного образования. Это масса злободневных вопросов. Один из такой, как ежегодная индексация пенсии, это роль культуры в обществе, развитие России, это обязанности правительства больше уделять внимание координации и заботы об экологии окружающей среды, это государство, образующий язык нашей страны. И те многие вещи, которые до этого обсуждались в обществе, так или иначе звучали, но сегодня они получили свое отражение и помогут наш основной документ, главный документ страны сделать целостным, комплексным и достаточно значимым. Также расширяются полномочия парламента, Государственной думы, Федерального собрания, вводятся новые меры ответственности для президента, чиновников различного государственного уровня, а также в том числе и депутатов, и закрепляются некоторые социальные гарантии для наших граждан. Все это в совокупности дало нам возможность проголосовать за приведенный законопроект. Мы воздержались. Ну, понимаем, что процесс исправления Конституции, его насколько с 93-го года ждали, мы будем бороться, защищать интересы трудового народа и не ослаблять этот вопрос ни на день, ни на йоту. Депутаты заметили, что для Югры особое значение имеет положение о праве на сохранение родного языка и создание условий для его изучения. Кроме того, государство обязуется защищать и охранять самобытную культуру коренных малочисленных народов. Стоит отметить, что финальное слово за россиянами. 22 апреля состоится всенародное голосование по поправкам в главный закон страны. Этот день официально объявлен выходным.